Ну, о чем ты делаешь? Головой. Всем приветики. На часах 5 утра, и мы едем в лес. Посмотрим, есть ли грибочки сейчас в лесу или нет. А еще в планах снять небольшой челлендж. Я пойду все закрывать, выйду через коленку. Хорошо. Вот так вот. Это называется «Как нужно правильно произносить просьбы». На самом деле, муж должен был сказать «Подъедь, пожалуйста, к калитке». Но большинство из нас не умеет правильно выражать свои желания и просьбы. И мы начинаем как-то завуалированно говорить. Если я сейчас останусь здесь, то он выйдет и будет в недоумении говорить «А что ты не подъехал?». Хотя на самом деле фразы «Подъедь к калитке» не было. Вот так вот мы друг друга не понимаем. Старайтесь озвучивать свои просьбы, если не хотите, потом иметь какие-то конфликты, недоумения. Я сейчас над этим как раз работаю, и поэтому мне так резануло то, что Влад не произнес просьбу. можем сейчас проэкспериментировать. Я никуда не подъеду и останусь ожидать реакцию. Сказала, что я никуда не подъеду, а потом думаю, ну, все-таки надо подъехать. Но когда он появится? Пока что он еще не появился из калитки. ждем. Па-па-ра-па-па-па-па-ра-пам. Как мне эта шляпка идет? Я все время сомневаюсь одевать куда-либо. И вот поэтому сегодня еду в лес, где никого не будет, и поэтому решила взять ее и одеть, и посмотреть, как она будет. Мне кажется, одежда не подходит. И тут у меня темная футболочка. Мне кажется, конечно, она досветлая, что-то такое джинсовое, нормальное. Но мне все время кажется, что какую я одежду не одеваю, что не в тему. Естественно, плохо. Она, наверное, это не мой размер шляпы или вообще как должно быть со шляпами. Если будет ветер, оно все улетает. Вообще с косичками. Вот такая вот Марфа Васильевна я. Оп. Оп-оп. Как лучше? Шляп или без шляп? Или без очков? Ой, ну так я себя не вижу. Ждемся, ждем, ждем, ждем. О, вышел Владик. Стоит с недовольным лицом. Нет, уже начал улыбаться, когда я поехала. А он голосует. Я тебя не снимаю. Он думает, что я снимаю, и начал голосовать, короче. Не получилось разборок, простите. Привет, медведь. Привет. А ты депес брала? А, нет. Там он остался. Ну, о чем ты думал? Главой. 6.32, и мы в лесу. Такая дорожка. Гадюки не стерпят. Влад меня тут пугает гадюками, чтобы я из машины не выходила и больше сюда не приезжала. Вот так вот там, солнышко. Получается, ну, не видно солнышко, вообще не получается. И фотографию у меня не получается сделать. В общем, это очень красиво. Но видео и фото у меня не получается передать посредством фото и видео. Вот такие буйрачки всякие. Бам-бам-бам. Ой, какая тут лужа была прекрасная совсем недавно. Гляньте, в какую мы сейчас чаще с вами заедем. Класс. Прям как тоннель любви, да? Чем вам не тоннель любви? Гляньте, какой. Вот тот, который зелененький. Все ездят, фотографируются. А я вот, кстати, сейчас тут остановлюсь. Опа! Вот так вот. Я здесь остановлюсь. Ну, как там, меня видно было? Нормальная у меня память останется? Или так себе? Вас чуть-чуть развеселило? Поедем дальше? Открыть все окошки. Ой, какая-то палочка нас пошкрябала. Я очень люблю лес, но, к сожалению, после леса потом вся машина пошкрябанная. И это очень печалит. Но у меня мой прекрасный сыночек любименький взял камень и начал играть на дверце машины в крестики-нолики. Поэтому палочки это так. В моем понимании, если ты заблудился в лесу и не знаешь, куда идти, то сядь и сиди, короче, на одном месте. Где-то тебя ж кинутся искать. Ну, если у тебя есть близкие какие-то, они тебя кинутся искать. Для этого нужно с собой брать, если вы идете в лес, какую-то яркую одежду, для того, чтобы вас могли с вертолета увидеть, что еще надо. Ну, и вот эти вот, говорят, кожужки вот эти вот защитные, которыми спасатели укрывают, они стоят вообще копейки. Я, конечно же, без них пошла. Ну, у меня машина, в которой может закончиться бензин. А так все нормально. Вот. Поэтому нужно знать, куда вам идти. Нужно понимать приблизительно хотя бы. То есть первый раз, когда я ехала в этот лес, я посмотрела карты, чтобы понимать, куда ориентироваться. Да, приехали по свету. Приехали по солнцу, да, сориентировались, где что, где какая сторона света. Ну, и вообще я себя прикинула, и всегда я в уме держу, где какой населенный пункт я видела по карте. Один раз я заблудилась, при том я вообще реально не знала, куда идти, и я в голове не держала. Получилось, у меня никогда такого не было. А это... Я услышала сигнал машины, что по сигнале, я решила, что это мне сигналят. Хотя в голове, ну, это чисто было инстинктивно, в голове была мысль о том, что машина должна быть наша в другой стороне, но я все вот так подорвалась и побежала. Я подумала, что что-то срочно меня, короче, потеряли, и побежала. И, короче, я бежала на звук этой машины, и я прибегаю, там нет машины. Ну, а потом я слышу, что она где-то поехала. Ну, то есть это была не моя машина. И я стою и понимаю, что я прибежала куда-то, где я не понимаю, ну, точнее, мне кажется, что я понимаю, я пытаюсь вернуться на то место, откуда я бежала, но я прихожу куда-то не туда, и я понимаю, что когда я бежала, я как-то пропетляла. Когда я бежала, вот это вот все бросил. Я как-то пропетляла, и не знаю теперь вообще, куда идти. Я набираю своих и говорю, что вот я не знаю, куда идти, вообще понятия не имею. На телефоне у меня 10% заряда, ну, классика. И куда идти не надо. Поэтому, да, сразу же, пока всплыло, всегда носите с собой пауэрбанк. Ну, уже 21 век на дворе, надо с собой носить пауэрбанк. Я до сих пор хожу без пауэрбанка, и вот каждый раз себе говорю, вот в Польше себе говорила, ну, почему ты без пауэрбанка, да, когда я осталась в Варшаве без связи, без ничего и понятия, ну, и приблизительно знаю, куда идти. Я говорю, носи с собой пауэрбанк. Да, там можно сказать, его надо заряжать. Так, уже есть пауэрбанки, которые ты положил на солнце, и они заряжаются. Мы, кстати, с собой, я думаю, Влад взял. Я хотела взять, когда продумывала, что для видео будет, о чем надо сказать для леса. Я думала взять, и я смотрю там, где он вчера заряжался, пауэрбанк на солнышке лежал, у нас его нет. Я вам покажу наш, спрошу у Влада, когда найду Влада, потому что у меня пропал Влад. Он куда-то пошел и исчез. Короче, походу у Влада тоже будет челлендж. 2-4 часа без еды, без воды и без машины, потому что у меня есть машина и вода, а вот у Влада нету ничего. Он пошел налегке, пройтись, сказал, впереди, давай ты меня догонишь. Но что-то я еду, еду уже достаточно прилично, и я до сих пор его не догнала. Вот. Идем дальше. Когда потерялась, что я делала? Да, я, короче, я прислушивалась, где слышала, сначала я вообще просто шла, да, там старалась вперед, и старалась контролировать, чтобы мой период был вперед реально. Ну, то есть там по рядам деревьев, хотя деревья тоже могут вот так вот загибаться, иногда деревья растут очень странно. Ну, и прислушивалась, чтобы услышать, где ездит машина. То есть я старалась идти к машинам. Пока у меня был заряд, когда я звонила, и мне сигналили, и я не слышала сигнал. Реально, то есть, получается, я была так далеко, ну, и получается, что я была достаточно далеко на момент, когда услышала тот сигнал, и потом я побежала практически в противоположную сторону, а потом где-то я уже напетлялась, и вообще не знаю, где. И вообще я не понимаю, как так получилось, потому что потом в итоге я пошла вперед, ну, как мне казалось, в ту сторону, где должна быть машина. Я шла достаточно прилично, потом я услышала шум дороги. Я пошла к дороге, вышла на трассу, начала идти по трассе, понимая, что у меня телефон к тому времени уже разрядился, то есть пока он был заряженный, мне, ну, сигналили, и я не слышала. То есть я была на созвоне, они сигналили, и я не слышала. У меня телефон разрядился. Ну, я думаю, ну, остается только идти куда-то вперед, и рано или поздно дорога приведет к какому-то населенному пункту. То есть на тот момент меня привезли в лес, меня привезли в лес свекор со свекрухой, да, в первый год жизни с моим супругом, и вышло очень прикольно. Они, короче, завезли невесточку в лес и потеряли ее там, что называется. Вот. Ну, невесточка такая, которая выбиралась из кучи разных ситуаций в своей жизни, поэтому, да, я направилась к ближайшему населенному пункту пешком, ну, потому что смысл стоять у меня. Они не знают, где я, я не знаю, где я, у меня телефон разряжен, ну, мне нужно куда-то идти. Ну, в общем, шла, потом я увидела каких-то грибников, подошла к ним, попросила телефон, они мне дали телефон, ну, естественно, я не знала наизусть телефон свекра и свекрухи, поэтому я молилась о том, чтобы мой телефон, ну, вы знаете, как телефоны, они выключаются, но, в принципе, ты их можешь попытаться включить, и оно еще, до того, как оно наглухо вырубится, можно включить, и вот я включила и успела выписать телефон, и набрать, набрала, спросила у ребят, где мы, как они, они объяснили, и, в общем-то, ушла на трассу ждать, пока за мной приедут, и через время, минут через 20, за мной приехал свекр, и говорит, как ты сюда дошла? Ну, то есть, вот как-то так получилось, поэтому, да, поэтому, ручейки часто приводят к жилью, могут, ну, главное, конечно же, дороги, если вы нашли дорогу, либо, как вот сейчас, вот мы выехали на прогалинку, вот, вы видите, электроопора, они тоже, здесь лес вырубили, да, видишь электроопоры, вон, провода, то есть, здесь вырубили лес, и в какое-то село провели электросвет, соответственно, если пойти вдоль этих электроопор, вы выйдете к населенному пункту, точно так же, если вы пойдете, ну, большинство, конечно, иногда дороги и в тупик упираются, такое в моей жизни тоже было, но тогда пойдете потом обратно, я предпочитаю все же не блукать долго в лесу, а выбираться вот к каким-то таким вещам, которые намекают на цивилизацию, дорога или провода, да, вот столбы с проводами, и идти уже туда, по ним ориентируясь, если нет никакой связи, конечно же, в идеале иметь полный заряд на телефоне, иметь накаченные карты, которые даже оффлайн будут, и спокойно себе ходить, либо еще, когда вы едете в какой-то лес, самый проверенный вариант, это вообще, карты генштаба, да, распечатайте себе те кусочки, куда вы планируете ехать, и надо, наверное, позвонить Владу, а впереди что-то непонятное, вот это, что я сказала, там впереди что-то непонятное, это похоже, Влад сидел на корточках, ну вот цветочек, гляньте, какой красивый, какая красота, как он красиво цветет, гляньте, боже, я сейчас буду фотографировать, еще час, Влад-то мне что-то махал руками, чтобы я ехала, гляньте, что это за цветочек, кто-то знает, класс, да, зверобой выглядит вот так вот, гляньте, как выглядят колесики, вообще тоже можно пофоткать, и дорога вот эта, ой, я не знаю, меня это так трет, так, все, сейчас я немного пофоткаю, и мы продолжим наш разговор о выживании дальше, это что такое было? Это мистика, я ничего не наживала, а у меня зеркало, само по себе, вот так вот взяла, отъехала, я ничего не нажимала, это что, зеркало, я даже не знала, что оно может так поворачиваться, офигеть какое-то, расставляете, вообще, это вот машина у меня много лет уже, такой впервые, сейчас я все сложу, о, оп, теперь мы их раскроем, посмотрим, куда оно раскроется, о, то есть я их сложила, и выложила, и оно нормально открылось, о, нам будет протереть, пофоткать, такие, фоточки очень клево покупают, да, я кроме выживания еще сделала кучу фоток, вот смотрите, теперь главное их выложить на продажу, может быть еще и заработаем, кроме того, что выживем сегодня, наедимся всякой травы, может быть, мы еще когда вернемся в цивилизацию, на них заработаем, у меня цветочки неплохо покупают, вода, пауэрбанк, карта, ну и телефон, конечно же, потому что зачем вам пауэрбанк, если вы телефона не возьмете, но как минимум можно еще, да, карта и вода тоже можно, с таким вариантом поехать, и да, я с собой взяла, сейчас мы доедем, найдем таки Влада, где он там спрятался, и я достану, у меня с собой есть книжка, которую мне подарили на день рождения, зная мои вот эти вот, все приколы, как я жру все подряд, мне подарили книжку, так, как-то машину трусят, я не могу понять, это дорога такая, или с машиной что-то нету, нет, судя по всему, это была дорога, вот, мне подарили крутую книжку, которая называется съедобные деревья, и сейчас мы с вами узнаем что-то новенькое, что можно, что мы можем покушать, да, поэтому сейчас я выключаюсь, самое главное, что нужно с собой брать, я сказала, без остального вы протянете, на воде можно несколько дней вообще, а то там сколько, и 20, и 30 люди сидят на воде, поэтому, если у вас будет с собой вода, все будет окей, посмотрите на это чудо, нашел один гриб, мы уже от голода не умрем, я дарю тебе этот грибок, спасибо, да чтоб я его съела, потом, ну так положи куда-то, не надо, тут выбрано все, толпа человек 10 чешет, вот так вот, просто цепью, ты их видел? да, а вот следов здесь вообще, ну, дальше проезжу, вон, зато есть только следов, короче, грибы в лесу есть, конкуренты в лесу тоже есть, ну, я не знаю, получится ли их сейчас найти, или нет, так как сейчас середина лета, а я хожу в кофте, такое лето, какой блогер, такое и лето, короче, да, кто со мной согласен, ставьте лайк этому видео, о, да, кстати, вот это вот пауэрбанк наш, который лежит и заряжается, это то, о чем я говорила, что обязательно берите с собой пауэрбанк, чтобы зарядить телефон, в следующих видео мы проверим лайфхаки от сливки шоу, и попробуем все, что встретим в лесу, до встречи в следующих видео, подписывайтесь на канал, пока-пока,